Доброе утро! В эфире 12-го канала «Час новостей» в студии Регина Бузарова и коротко о главном. В лидерах с большим отрывом. Первые итоги выборов в Омской области. Как прошел двухдневный избирательный марафон? Летать разрешается. Беспилотники снова можно использовать в городе. Как получить разрешение? Игра без поражений. «Авангард» лидирует на Востоке. Есть зачем работать, так скажу. Удастся ли сохранить позиции? Безоговорочным лидером двухдневного избирательного марафона стал Виталий Хаценко. По данным к этому часу он набрал больше 76%. Цифры сегодня озвучили в областном избиркоме. За Виталия Хаценко проголосовало почти 400 тысяч амичей. Более подробно об итогах выборов расскажет моя коллега Ангелина Рунова. Избирательные участки закрыты и уже известно имя нового главы региона. Безоговорочным лидером голосования, следовательно, губернатором Омской области стал Виталий Павлович Хаценко. Кандидат от партии «Единая Россия». Я напомню, что на эту должность претендовали сразу четыре человека. Как распределились голоса избирателей, рассказал глава обл. избиркома Иван Александрович Ходоков. Предлагаю послушать. Более 76% избирателей проголосовали за Виталия Павловича Хаценко. Около 10% отдали предпочтение Андрею Анатольевичу Алёхину. 6% избирателей выразили предпочтение Владимиру Борисовичу Казанину и Максиму Игоревичу Макаленко доверили свои голоса более 4,5% избирателей. И результаты, которые на сегодняшний момент получила избирательная комиссия, они достоверны. Я напомню, что всего в этом году на территории региона было открыто 1730 избирательных участков, напечатано полтора миллиона бюллетеней. У Амичей была возможность выразить свою активную гражданскую позицию в течение двух дней, в субботу и воскресенье с 8 утра и до 8 часов вечера. Такой двухдневный формат голосования был принят специально для удобства граждан, чтобы каждый, желающий поучаствовать в решении будущего региона, имел возможность в спокойной обстановке, без спешки взвесить все «за» и «против», отдать предпочтение тому или иному кандидату и грамотно заполнить бюллетень. Я отмечу, что избирательные участки открывались не только на традиционных пространствах, но также в труднодоступных территориях и даже в спецучреждениях, например, в больницах, в частности в КМХЦ. Кроме того, один из избирательных участков был открыт на территории следственного изолятора, в результате чего амичи, которые в данный момент находятся под следствием или ожидают приговора, тоже смогли почувствовать себя законопослушными гражданами и выразить активную гражданскую позицию. Но для тех, кто по состоянию здоровья не смог самостоятельно добраться до избирательных участков, работали выездные бригады. Члены избирательных комиссий выезжали на дом, привозили с собой переносные урны и документацию. И поэтому все желающие, все амичи, которые хотели поучаствовать в решении будущего региона, имели такую возможность. Огромное внимание уделялось вопросу безопасности, чистоте выборов и сохранности бюллетеней. На участках велось видеонаблюдение, работали общественные деятели, политические эксперты. Что касается общественников, в этот раз их было порядка 4 тысяч человек. И, как сегодня стало известно, голосование прошло в штатном режиме без сбоев и эксцессов. Предлагаю послушать мнение специалиста. Действительно, ни от одного общественного наблюдателя с избирательного участка в общественный штаб, в центр, так сказать, боевой работы общественного наблюдения не поступало. Об этом свидетельствует не только информация с мест в Омске, но об этом свидетельствует и информация, которая, как правило, поступала к нам из Москвы, с различных карт, которые наполнены были сведениями по стране, о различного рода нарушениях, проходящих или имеющих место на выборах в других регионах. В течение двух дней политические деятели, общественные наблюдатели обрабатывали огромный поток данных, изучили информацию из 32 районов области и пяти округов Омска. И по последним данным в голосовании приняло участие больше полумиллиона человек. И большинством голосов губернатором Омской области, повторюсь, стал Виталий Павлович Хаценко. Англия Рунова, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Еще раз отмечу, что лидером двухдневной избирательной кампании стал Виталий Хаценко. В своем телеграм-канале он уже обратился ко мячам со словами благодарности как за участие в голосовании, так и за их выбор. Что нам нужно для его развития и процветания. Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за поддержку и оказанное доверие. Работать на благо Омской области о мячей будем много. Нынешнюю двухдневную кампанию можно назвать выборами без границ. Даже в зоне СВО омские бойцы смогли отдать свои голоса за будущее малой родины. Свой выбор делали и пациенты больниц, и те, кто сейчас пребывает в следственном изоляторе. Инвалиды голосовали на дому, а в Азово выборы превратились в настоящий праздник. С многонациональным колоритом, потому что совпали с проведением Дня урожая. Как голосовал регион, расскажет Денис Жирков. Для похода на свой избирательный участок молодая семья Дмитрия и Анны Коротковых выбрала воскресный день 10 сентября. Оба работают в молодежных организациях, живут на Левобережье и голосуют в школе на бульваре архитекторов. Растят двоих детей. Миша три года, Кире восемь месяцев. В выходные дни семья не расстается. И на отдых, и на выборы всюду вместе. Считаем, что выборы это та возможность человека, которая дает ему шанс повлиять на судьбу города, на судьбу региона и на судьбу страны в целом. Голосуем всегда за тех людей, которые близки к молодежи, которые считают, что молодежь это будущее страны. И за тех людей, которые считают, что власть должна быть лицом к народу. Пока для одних выборы дело привычное, для других события волнительные. Голосуют впервые. Так, для юной жительницы Тары этот шаг серьезный и ответственный. Ну, ощущения такие вот непростые. То есть, первый раз все-таки как-то тяжело, непривычно это все. Я голосовала за наш регион, чтобы он развивался, чтобы много чего хорошего появилось еще больше. Участие в выборах приняли и мячи, которые сейчас на спецоперации. Сделали это прямо на передовой. Все мячи отлились очень ответственно к выбору будущего губернатора. Сейчас в присутствии председателя комиссии и секретаря комиссии начнем пересчет бюллетеней. Для мячей, которые не могли явиться на участке лично, работали выездные бригады. В Ключевском сельском поселении премьер активной гражданской позиции показали паралимпийцы Александра и Елена Шагаевские. Они регулярно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях по гонкам на колясках. Выборы никогда не пропускают, считают своим долгом. Голосуем мы за будущее, за свое, за наших детей, чтобы город развивался, инфраструктура. Что еще могу сказать? Доступная среда, чтобы развивалась. Свобода выбора есть даже под стражей. Необычный участок развернули на территории следственного изолятора для оступившихся мячей. Наши избиратели сегодняшние – это лица, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Дела, по которым еще ведутся на уровне следствия, либо судебного разбирательства. Участвуют в голосовании лица от 18 лет до максимально возможного возраста. В Азово сразу два праздника – выборы и День урожая. На избирательных участках можно увидеть все культурное разнообразие поселка. Скромные казахские, пестрые, русские и строгие немецкие наряды. Их обладатели объединяет одно – желание сделать свой выбор. Настроение у нас праздничное, потому что с утра перед мероприятием мы зашли на избирательный участок, сделали свой выбор, задали новый старт на пять лет и выбрали свое будущее. А после того, как сделали выбор, можно и отпраздновать. Народные гуляния прошли с размахом не только в Азово, но также и в других районах области и в Омске. С песнями, танцами и веселыми дружными хороводами. Денис Жарков, Ксения Пашкова, Ангелина Рунова, Анастасия Донец, Анна Лукьянец, Владислав Осинцев, Матвей Олемский, Павел Манжос, 12 канал. К другим темам. Амичам вновь разрешили использовать беспилотники. Но для этого нужно зарегистрировать летательный аппарат. Необходимо подать заявку в службу одного окна городской администрации. Услуга предоставляется бесплатно, но ждать разрешения придется 45 рабочих дней. Также нужно предоставить следующие документы – паспорт, порядок выполнения полетов, обязательное страхование владельца воздушного судна и согласие на обработку персональных данных. Напомню, с 4 мая в Омской области было запрещено выдавать разрешение на полеты беспилотников. За нарушение правил использования воздушного пространства предусматривался штраф от 20 тысяч рублей. Подготовиться заранее в Омской области ищут подрядчика, который займется созданием противопожарных полос. Он будет должен в течение 15 дней провести опашку в микрорайонах Черемушки, Армейском, Волжском, Загородном, Осташково и других. Начальная цена контракта – чуть больше 800 тысяч рублей. В этом году ширина полосы увеличена с 5 до 10 метров. Это позволит исключить переход огня на территории населенных пунктов. Напомню, что ранее на обустройство противопожарных рвов из резервного фонда на Зываевску выделили 2 миллиона рублей. Город пострадал от пожара. Из-за замыкания на трансформаторной подстанции загорелся сухой камыш, а ветер перенес огонь на жилые строения. Ущерб оценили почти в 200 миллионов рублей. На этой неделе пройдет традиционная ярмарка сельхозпроизводителей «Золотая осень». Там омичи смогут купить овощи, мед, дикоросы, саженцы и семена. Многолетние растения, укрывной материал, садово-огородный инвентарь, удобрения, садовую мебель, теплицы, парники и многое другое. Все, что выращено на земле или может пригодиться для работы в саду или огороде, в мэрии пообещали выделить бесплатные места товаропроизводителям и ремесленникам. Пройдет ярмарка с 15 по 17 сентября у торгового комплекса на Левобережье. В Омске стартовала экоакция, направленная на переработку вторсырья и сбор макулатуры в органах власти. Ранее проект от партии «Новые люди» поддержал глава региона Виталий Хаценко, заявив, что акция позволит озеленить область. В пилотном запуске приняло участие Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, а также Министерство природных ресурсов и экологии. Из двух ведомств собрали более 500 килограмм макулатуры. Отмечу, что ранее региональное отделение партии «Новые люди» совместно с семейным парком развлечения «Вокруг света» провели 10 эко-праздников, которые проходили весь август. Во время акции более тысячи детей научили сортировать мусор, а взрослые смогли собрать свыше двух тонн макулатуры. Инициативу проведения эко-праздников также поддержал Виталий Хаценко. Кроме того, от партии «Новые люди» реализуется проект «Эко-точка», где каждый амич может отдать вторсырье на переработку и научиться сортировке мусора. С помощью наших подведомственных учреждений, в том числе оздоровительных лагерей, собрали за месяц около 250 килограмм макулатуры. И сегодня как раз происходит сдача очередной партии. После чего нас пригласят принять участие в высадке зеленых насаждений. Мы с удовольствием примем в этом участие. Уже этой осенью, чтобы не откладывать в долгий ящик, мы сделаем такую первую посадку деревьев на те средства, которые нам удастся собрать. Сейчас мы с администрацией города определяем, где будет посадка. С амичами посоветуемся обязательно, где они считают нужным, там и посадим. Сегодня амичей просят воздержаться от посещения парка имени 30-летия ВЛКСМ. Там проходит обработка территории от клещей. Такие мероприятия проводятся дважды в год, в первый раз весной, когда члены стоногие просыпаются. Добавлю, что в этом году к медикам обратились почти 4000 амичей с жалобой на укус клеща. Из них треть – это дети. В Омске в торжественной обстановке чествовали выпускников суворовских и нахимовских военных училищ. Мероприятия приурочили к 80-летию учебных заведений. В 1943 году вышло постановление Совета народных комиссаров. Автором идеи стал известный русский советский военный деятель генерал Алексей Игнатьев. На встречу пригласили выпускников училищ разных лет, представителей органов власти, омского гарнизона, кадет. С юбилейной датой собравшихся поздравил председатель областной общественной организации ветеранов, герой России и сенатор Дмитрий Перминов. Он отметил, что выпускники суворовских и нахимовских училищ – это элита вооруженных сил. Они участвуют во всех боевых действиях и показывают пример мужества и отваги. Сегодня мы здесь собрались, чтобы отдать дань уважения ветеранам, выпускникам суворовских училищ, которые внесли очень огромный вклад в защиту нашего государства, в обороноспособность нашего государства. Наши земляки-суворовцы принимали участие практически во всех горячих точках. В самый сложный период государства они находились на передовой. За историю кадетских корпусов, суворовских училищ, около 2000 героев Советского Союза, 28-дважды героев Советского Союза, но это в основном космонавты. Только Омск и только победа. «Авангард» сегодня сыграет на G-Drive-арене четвертый матч своей домашней серии на старте сезона в 19.30 с «Амуром». 12-й канал проведет прямую трансляцию. Лишь две команды в КХЛ пока не потерпели ни одного поражения. На западе это торпеда из Нижнего Новгорода, на востоке наш «Авангард». У «Ястребов» три победы подряд. В игре против «Бориса» омская команда долгое время уступала в счете 0-1, но затем новобранцы этого сезона переломили ход игры в пользу омской команды. Гераськин забил в контратаке, а Шулак бросил броском от синей линии. Все точки над «и» и в этой встрече расставил самый звездный игрок «Авангарда» Владимир Ткачев. Он забил сам, а потом помог отличиться Райану Спунеру, поразившему пустые ворота. Победа 4-1. Причем сам Ткачев, пропустивший предсезонную подготовку, считает, что пока играет не больше, чем на 60% от своего уровня. «Есть зачем работать, так скажу, еще. То есть не до конца я себя в хорошем форме еще чувствую. Так что могу еще лучше, да, и требовать себя еще лучше, ну, чтобы лучше еще играл. И, конечно, партнеры помогают. Вот, а так команда, в принципе, хорошо приняла, все отлично». Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 ФМ в Омске. Если радио, то максимум 105 ФМ в Омске. И о погоде. Сегодня 11 сентября в Омске переменная облачность. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. В районах переменная облачность. Возможны осадки. Днем 14-16 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Далее смотрите подкаст «Гуджоп». До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин